Телеканал КРТ представляет Добрый день. Сегодня так получилось, что мне доручили суперглавную миссию вести нашу программу. Не по приколу. Но я хочу сказать, что у нас сегодня вновь необычный эфир, потому что, во-первых, у нас сегодня гость, олимпийский призер, и не только олимпийский призер, Денис Силантьев. Золотой гость. Спасибо огромное за то, что вы пришли. И я хочу сказать еще другой момент, что на самом деле многие не знают, но мы Надежду Савченко не отпускали целую неделю. Рояль в кустах. Рояль в кустах. Было условие, почему она не может уходить. Мы не только у нее паспорт забрали, мы ей выдали нитки, ткани, много свободного времени. Привет, Надюш, сейчас коронавирус. И поставили задачу, сделать неможливое. Это называется бог из машины, знаете? Надежда Савченко сейчас богиня из машины. Скажем так, имени маски от Надьи Савченко, Олександра Цяна ведь защищает от души. Ну, класс. И гость вот так. Спасибо. Написано, Надяя есть. Да. Наденька, большое спасибо. Надяя есть на то, что вы не заразитесь. Надяя есть, если вы заразитесь, вы вылечетесь. Надяя всегда есть. Ну да, мы защищенные эфиры, поэтому, несмотря на то, что нас четверо и с Надюшей даже пятеро, мы скоро поделимся и отсядем друг от друга. Я просто так. И теперь Авакову не до чего доколупаться, вы выполните все меры. Все, стоять. Воно мне даже глаза закрыло, подожди, сейчас. Стоять. О. Теперь главное, чтобы дождь не пошел сегодня. Ой, мне не хватает. Можно дыхать и говорить. Здоровья, надея есть. Спасибо. Надюшенька, спасибо. Тогда по логике Денис на следующий эфир приносит нам шапочки. Ну, потому что, что же это за пловец без шапочки? Ну, вам не всем шапочки здесь нужны. Ну, красота вообще. Зонтик, масочка, все закрыто. Нет, мы, конечно, могли сказать какое-то резиновое изделие, но лучше шапочки. Да, лучше шапочки, да. Спасибо огромное, просто порщены. Надя, документы там у нашего продюсера, паспорт. Можно ехать, спасибо. Теперь в заложниках на неделю, на карантин, на самообсервацию, на удаленную работу мы заберем теперь документы у Дениса. Я паспорт с собой не взял. Зря. Мы предупреждали. Наверное, не зря все-таки. Паспорт, документы. Чуечка она, знаешь, как бы кто в парламенте был, тот как бы чувствует, что все-таки надо вовремя перестраховаться. Ну, что там у нас? Да, я предлагаю... Всех поздравить с Днем Дурака для начала, да? Все-таки апрельские куплеты. Апрельские тезисы. Да, смотрите, ну, я предлагаю действительно начать. У нас первая тема, это, конечно, и главная тема, это самоизоляция, карантин. У нас есть подборка картинок, которые, я думаю, мы можем посмотреть, да, под лозунгом «Выбирай дом, а не болезнь». И вот пока мы смотрим, вот, Денис, вы как звездный гость, как ты, Ильбе, проводишь этот карантин? Можно, но ты. Да, можно ты, да. Супер. На мы. На мы, да. Но, кстати, на мы, да. Я провожу, стараюсь полезно провести и для души, и для тела, скажем так. Вот смотри, сейчас олимпийцы сделали целый челлендж, как они готовятся дома, кто-то гребет, кто-то бежит. Вот как ты плаваешь? Вот мне просто интересно, есть ли возможность это осуществлять в домашних условиях? То есть это во сне имитировать, да, это на полу. И какой длины у тебя ванна? 50 метров или 25? Не поверите, без ванны тренируюсь. Но, слава богу, что мне не надо уже готовиться к олимпийским играм, поэтому я не представляю. То есть ты не едешь на олимпийские игры 20-го года, которые будут в 21-м году? Я в Токио. Я не еду как спортсмен. Я, может быть, поеду как болельщик, но уже, конечно же, не как спортсмен. И поэтому я очень, в принципе, расстроился и, как это сказать... Но ты планировал ехать в этом году? Я планировал хотя бы провести хорошо время летом, посмотреть, как это все будет. Поддержать, да, поболеть. Но расстроился, потому что из-за спортсменов расстроился, из-за того, что не посмотрю олимпийские игры. А то, что кольца разбежались в разные стороны, тебя не напугало? Ну, вот такая константа, эмблема, логотип поменял свое даже привычное. Олимпийский огонь так и затушили в Греции. Нет, его привезли, кстати, в Японию. Нет, его затушили, он будет гореть еще. То есть, Японию его привезли уже? До следующих игр. Да. Да. Но ты как-то тренируешься дома? Есть какой-то, ну не знаю, лайфхаки какие-то от Салантьева? Я не выставляю просто это все, не увлекаясь этим, да, чтобы... А зря, можно же YouTube-канальчик запилить. Я смотрю, что хватает и без меня таких инициаторов. Поэтому, да, я занимаюсь, я стараюсь... Это как бы уже приговор, надо поддерживать себя в хорошей форме, иначе будет проблем со здоровьем. Привычка, выработанная годами, да? Вот, да, да. Хочешь, не хочешь, но это нужно. Это как спортсмены, это те же, как мне сказал врач, ты уже больной человек. То есть, ты вот этим вот заветам интернета разливаешь дома моющее средство, босыми ногами, по кафелю. Саша, там, по-моему, разливают оливковое масло. Оливковое, ну, у кого что есть, да, и раздумываются. Да, 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 и деговые дорожки. Не, моющее средство, чуть-чуть водички помешало. Так можно и плыть, понимаешь, тоже лег так, и как бы в ванной, да. И как-нибудь кто как умеет, да. Нырять, правда, аккуратно на кафеле, но вот. А сам факт того, что вот Олимпиада перенесена на следующий год, но при этом остается плашка Токио 2020. Тебя не смущает вот это или? Нет, меня не смущает. Главное, чтобы для тех, кто проводят Олимпийские игры, кто организовывает, это главное, чтобы их это не смущало. Кажется, что это просто по залетам других наших спортсменов. Все постараются... Все постараются посмотреть завтрашний день. Не все смогут, правда. Да, у многих будут как бы проблемы с этим. А здесь посмотреть во вчерашний день? Ну да. Назад в будущее, да? Вот так и будет, назад в будущее. Давайте что-то... Придется ее ждать не несколько месяцев, а теперь уже больше года. Поэтому теперь уже не жду скорые Олимпийские игры. То есть те, кто заготовили попкорн на Олимпиаду, лучше... Мне интересно... А как, кстати, это относится вот к той ситуации, что, например, Беларусь – одна из немногих стран, которая не отменила футбольные чемпионаты. И хоккей там проходят. Продолжается чемпионат в Беларуси по футболу. Президент своим примером оказывает. Я даже слышал, что Великобритания купила права трансляции. Ну, что как-то британцев же нужно развлекать дома. Подождите, британцы узнают про белорусский футбол. Это уже прорыв. Мы им еще продадим права на наши передачи. Это же, кстати, показывает, да. Ну, это ответственность, я считаю, что каждого руководителя страны такое делать. Но если Лукашенко уверен в том, что никакой коронавирус не страшен белорусам с их неслужбой безопасности во всех отношениях. Матч на катке. Президент Беларуси четко сказал, что вирус боится холода. Что надо держать себя в тонусе в морозе. Надо заморозить. Представляете, выйдут футболисты не на коньках, а босиком. И вот как будет тот же эффект. Как с разлитым моющим средством. Побегут босыми ножками. По катку. Все будет бегать весело. Мячик будет, главное, в ворота попасть. Когда уже потеплее, это будет женский хоккей на траве. То есть какие-то новые олимпийские дисциплины. Если каток растает, то это будет сразу бассейн, понимаешь? Сразу все продумываю. Плавно перейдем к водным процедурам. Удобно. У нас есть, кстати, да, видео с Лукашенко. Мы можем сейчас его посмотреть. Давайте. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? Мы тоже не заметили. Я тоже не вижу. Они это шаги. Холодильник. Это самое лучшее здоровье. Лучше, чем спорт. Особенно лед, холодильник. Это антивирусное лекарство. Самое настоящее. Вот вы посмотрите, как за новыми красками заиграла фраза «Трус не играет в хоккей». Тут действительно понимаешь, что только трус может побояться увидеть коронавирус. Вот видите, у нас летают. А мне понравилось. А вы видите, что он тут летает? Короночками. Коронок вирус прям видимый. Ничто не спрятится от глаза Александра Григорьевича. Да, железная логика его везде спасает. Ничто и никто. Смотрите, у нас есть и другая новость, потому что не все спасаются на трибунах и на лидовых стадионах. А вот, например, король Таиланда самоизолировался вместе с 20 любовницами в Германии, пока его страна борется с коронавирусом. В разгар пандемии коронавируса король Таиланда, Маха, очень сложно выговоримое имя, Рама, 10-й, заперся на самоизоляцию вместе со своими 20 наложницами и слугами в одном из отелей на юге Германии. Слугами народа? Или как они у них называются? Нет, нет. Что лучше сказать? Опасно. Слугами Таиланда. Нет, ну видишь, как бы меры предосторожности соблюдены. Это же не в Куршавель поехать, правда, с наложницами? Совсем по-другому. Тут принципиально другой подход. Я представляю, сколько сейчас людей подпрыгнуло на месте от такой новости. Самое главное, ему 67 лет. Эталон самоизоляции, да? Ну да. В группе риска. И вся группа риска тоже выехала. Время жители Таиланда, которые остались всем недовольны таким поступком своего правителя, опубликовали более миллиона постов в Твиттер с текстом «Зачем нам нужен такой король?» Вот так вот. Я думала, что они попросили вернуть назад наложниц, потому что страна в опасности. Мы-то Петра Алексеевича вернули с Испании, да? А вот король Таиланда, наоборот, не вернулся. Все зарабячане едут домой. Хватит ошиваться по отелям, правильно? Правильно, да. Не, ну что, это нормально. Самоизоляция и подальше от Таиланда. Ну а вдруг он будет развлекать просто посетителей отеля? Может, это такая анимация, а не обсервация, понимаешь? Мы не знаем. Ну, Европа не лучшее место прятаться от коронавируса. Еще и Германия. Ну а вдруг он не знает. Германия, да? Оплод надежности. Да, вот, кстати, в Германии 0,4 смертность от коронавируса. Я думаю, что король Таиланда, на самом деле, когда увидел, как Меркель покупает винишко, в супермаркете, он понял, что вот туда, к ней. Надо все-таки проведать старушку Ангелу. Там вообще хорошо. Он даже не знал, да. А может, Белоруссию не пускали с 20 наложницами? Ну, а я думаю, что... Просто в Белоруссию бы заставили в хоккей играть, а он сейчас с юга не привык, как я ко льду. Вы так поговорите, Александр Григорьевич позовет Ангелу тоже сыграть на льду. Товарищеский матч. И все. Как бы не отвертишься потом. Вот у нас еще знаменитые минские встречи. В продолжение коронавирусной новости из коронавирусной Европы, 380 человек заразились COVID-19 в Бельгии во время массового группового секса. Вот чувствуется, когда Леша подбирает новости. В прошлой передаче подбирал новости у нас Кирилл. Мы обошлись только плейбоем. А Алексей пошел дальше. Карантин он такой суровый, чем дальше, чем хуже. Министр здравоохранения Бельгии заявил, что он запрещает массовое сексуальное сношение с участием более трех человек. Причина ее решения является очень заразный коронавирус, сообщает World News Daily Report. То есть втроем еще можно? Ты считаешь, что новое введение, которое ограничение в Украине к админам, не ходить больше, чем по два человека, тоже связано с тем, что они читают иностранные новости? То есть подборочка кладется все-таки на стол, думают, нет, вот там по три, а тут надо по два. Еще меньше ограничения. У нас с хорой помощью маленькие, там только два человека влезет. Поэтому необходимо подборок. А вот в Бельгии, но тут еще есть другая новость. Вот, кстати, кто это подбирал, мне кажется, это Кирилл отправлял эти все новости, потому что запасов на два месяца в свете может закинчиться презерватива через дефицит у найбільшего виробника. А найбільший в свете виробник презерватива Carlex BHD попередив про глобальный дефицит в связи с падением поставок майже на 50 через пандемию коронавируса. Ну люди просто защищаются, да? Я смотрел новость от представителей, по-моему, Резетка, да, интернет-магазина, то он сказал, что у них где-то на 400% выросли продажи именно на первом месте спортивного оборудования, вот спортивных принадлежностей. На втором месте, да, там, по-моему, идут презервативы. То есть гантельки, гантельки, да, фитнес-резиночки, и потом, кому не хватило фитнес-резиночек, те покупают то, что осталось в наличии в магазине. Ну, во всяком случае, люди занялись, введите своим здоровьем, используя время от болезни. Нет, мне кажется, ребята, все связано с другим. То есть недалеко фабрика Киевгума, я думаю, она должна запустить. Киевгума, да, может. На самом деле, все просто послушали президента. Он же призвал поднимать генофонд, он призвал, скажем так, восстановить былую мощь и количество популяции. Вот все и кинулись, ну, как бы, выполнять заветы. Ну, есть же, тем более, последняя социология рейтинга, да, что 53% поддерживают действия президента во время карантина. Минуточку, этот опрос был 20 марта, когда через 30 лет эти жесткие дни. Ну, вот как раз люди тогда начали, скажем так, практиковать. Ну, я, кстати, вот прямо почти перед введением карантина был в одном из спортивных магазинов, и там действительно мне также рассказали, что гантели купили на 20 килограмм. То есть полностью раскупили почти все гантели, вот прямо перед закрытием всех магазинов. Просто купили одну гантелю на 20 килограмм, и все. Вот она одна была в магазине. Ну, теперь докупают через интернет, кому не хватило. Вот. Нет, а так сейчас потеплее, так можно будет ходить, хоть если бассейн закрыт, и в Днепре там тренировать. Так нельзя ж ходить. Ну, даже если потеплее. Жди, пляжи закрыты. 20 дней, пожалуйста. Пляжи тебя подождут. У нас еще есть прекрасная дальше новость из Китая, то есть из места эпицентра коронавируса. В Ухане нашли нулевого пациента, который заболел коронавирусом, а также первого зараженного. Оказалось, что нулевым пациентом была продавщица живых креветок на местном рынке Хуанянь. Она еще живая? Хунань. Она заразилась еще 11 декабря, а в больницу пошла через 5 дней, где ей поставили диагноз COVID-19. А вот первый заражен на этом рынке не работал, и плохо ему стало 16 декабря. Предполагается, что он заразился в метро. Ну, поэтому и называется COVID-19, потому что еще в декабре 2019 года, да? Паника-то вся уже разгорелась позднее. Нет, так смотрите, я уже просто слышал несколько версий. А, версия 1, что это... Летучая мышь. Люди ели летучую мышь. Ого. А я смотрел, что из лаборатории вылетела какая-то летучая мышь. Бедный Бэтмен, да? Вот вторая версия, вот Срединис сказал, что из лаборатории вылетела летучая мышь, в которой снили люди, в которой все равно съели. Надо еще посмотреть, куда уполз паук, да, куда улетела летучая мышь, где человек муравей. А вот здесь оказывается, что все-таки первая заболела, продолжается, креветок. Она в креветок заразилась, получается. Креветочки теперь будут. Креветочки? Ну, во всяком случае, китайцы все удачно. Это, ну, я скажу так, нехорошо, но удачно у них получалось, потому что, помните, сколько месяцев у них были массовые беспорядки в Гонконге? Да. И Гонконг – это один из тех эпицентров, где тоже был коронавирус. Да. Поэтому... То есть, получается, коронавирус измечал от массовых беспорядков? Тут надо подумать два раза, да. То есть, вирус это или лекарство, Алексей, да? Кому это было выгодно. То есть, это средство усмирения массы. А теперь, если посидите дома. Ну, и люди же готовы. Вот у нас, кстати, есть видео, как в Китае дезинфицируют автомобильные дороги Китая. Как? Сейчас нам покажут. Моют? Чистят? Я такое... В летном прошлого года видел на набережной Николаева. Одного человека, под ним проходишь. А ты уверен, что была дезинфекция от коронавируса? Нет, я думаю, это просто водичка. Это ты так думаешь, а что-то на самом деле... Чайновирус. Ну, это же Трамп в этот мем ввел, что это чайновирус, что это китайский вирус. Да, конечно. Китай же везде вычеркивает COVID-19 и пишет чайновирус. Хотя странно, что китайцы не воспользовались, они стали клепать теперь made in China, да? Ну, когда в Америке они там вышли, по-моему, на первое место, да? Уже да, по крайней мере заболевших. То перестал Трамп называть это китайским вирусом и уже все. А потому что... Может, это уже... А будет с вирусом, как с горками, знаете? Может, американским стать. Американские горки во всем мире называются русские горки, да? А теперь, наоборот, будет еще даже с вирусом. И вот как раз есть версия... То есть такие американские вирусы. Но вот Китай намекал, что это на самом деле американские военные могли принести в Ухань этот вирус. Ну, не исключено. Можно и мыши, и туристы. Мышь просто была завербованная. Мышь завербованная. Мышь завербованная. Я по этому поводу здравоохранения разговаривал со своим товарищем, а у него... Он работает, у него свой сайт, и он консультирует с разных стран, людей, там, по спортивным направлениям. То он говорит, Денис, вот как бы я смотрю и общаюсь с людьми, и вижу, как у них построено это медицинское обследование и обслуживание вообще, медицинская система. Говорит, то, что хотят сделать и у нас. Там, например, у человека, если он чувствует себя нездоровым, ему нужно записаться и прийти на прием. Говорит, это может произойти через две недели, через два месяца, через полгода. И когда я спрашиваю, так, слушайте, у тебя же там что-то вена вздулась, тебе нужно идти. Он говорит, да, я пойду через два месяца, я записался. То есть в очереди. Да, и говорит, там построено так, что бедные люди, они не имеют доступа к необходимым сиюминутным или неотложным медицинским каким-то проверкам и обследованиям. Богатые, да, они себе позволяют это, они когда угодно записываются, идут, у них какие-то специальные условия. Мы сейчас, говорит, переводимся на такие же, переходим на такие же рельсы с этими новыми реформами. И поэтому неизвестно... Нет, просто так нормально, записался в Киеве на прием, а тебе поставили свободный врач в Николаеве. И все, и едь себе или в Ужгороде где-нибудь. Заодно как бы... Поэтому у них так и распространяется вот этот вирус, потому что даже вот люди пожилые, которые записались, ой, заразились, плохо себя чувствуют, они, чтобы пойти провериться, им надо несколько дней или там недель в очереди отстоять. Говорит, у нас на сегодняшний день еще можно, там, сразу же позвонил, пошел, проверился и все. И поэтому вот это вот помогает еще... Нашим людям к очередям не привыкать. Вот сейчас показывают, чтобы сесть в троллейбус, стоят по два часа в очереди, занимают там чуть ли не с пяти утра. Нет, подождите, у нас, помимо моей еще супрунчины, есть еще знаменитая телемедицина от Петра Порошенко, потому что он рекламировал, что можно... Телемедицина, там, открыл ноутбук, говоришь, у него такие симптомы, тебе сразу диагноз. Так уж это не помогает. Лечение там по скайпу. Google в помощь называется, да? А вот у нас еще есть продолжение, как карантин проходит в Индии. Работники с аппаратом инфекции, без пескостю, масок и перчаток. На заднем плане мы можем увидеть, что покупают овощи и рикши ждет покупателей. Смотрите, да, такой пример, как в Индии. А Кришна моет все свои руки сразу, да? Тогда мы все палками тоже, надеюсь, загоняем. В Индии это... Вот, у нас есть видео, кстати, по поводу палок. Давайте посмотрим. Ух ты. Такой, да? Про... Такой карантин, конечно, на вирус. Суровая Индия. Ну, оказалось, что очень суровая. Как бы. И где Махатма Ганди здесь? Нету на них Махатма Ганди. Сидит и протестует. Мирные демон... Эти протесты. Ну, это как-то, мне кажется, прям уж... Нет на них защитников прав человека. Ты считаешь, что у них не там... А вот есть второе у нас еще видео, как толпа людей садится в транспорт. Ну, и просто... Или вы... На выезд из... Вот. Это в Индии тоже? Да. Это, к слову, о карантине в Индии. Это, к слову, об очереди, да? Да, самоизоляция на месте. Да, главное, никаких массовых мероприятий, скоплений народа. Нет, мне кажется, что... Зато в масках. Тут карантин похлеще самого коронавируса. Подождите, у нас на границе было приблизительно так же, да? Да, да. Поэтому мы тут как бы можем еще посоревноваться. Мы не отстаем сильно. Ну, а с другой стороны, у нас есть фотография Папы Римского, уже ставший такой очень известной, где он молится такой в одиночестве. Ну, на площади Святого Петра. На площади Святого Петра. Мы сейчас ее даже увидим. Он, по-моему, и гулял тоже так в пустынных улицах Рима. Вот так. И плюс у нас есть очень такое видео, да, мэра итальянских городов, которые загоняют жителей домой во время карантина. Тоже вот мы можем ее... Тоже палками? Да нет, крепким словом, мне кажется. Там похлеще, мне кажется, палок. Мэр итальянских городов, это вообще сейчас любимые персонажи. Они очень популярны повсеместно, потому что утратили уже аргументацию, потеряли стандартные формулировки и перешли к простым, понятным, доходчивым. Но мне кажется, что это тоже... Перестали побирать слова. Немножко перебор, вот. Мы можем увидеть это. То есть нет на них силы в Абербургском фоне. Это мэр? Да. Да, это мэр. Все как в фильмах Челентано. Самое главное, заметьте, свои мэры без массы. На самом деле, это ведь, знаете, все с улыбкой воспринимают, но это совершенно не смешно. Это вообще не смешно. Люди не выполняют предписаний и ограничений. Посмотрим, будут ли выполнять украинцы, потому что я боюсь, что эти 20 дней апреля дадутся нам очень тяжело. Нет, но просто тут вопрос, насколько действительно такие карантинные меры с запретами жесткие, они будут вести к уменьшению возможностей. Ну, Китай же доказал, что введут. Ну, так там жесткий контроль. А у нас же любая суровость наших законов компенсируется необязательностью их исполнения. И наоборот, я бы даже сказал, возможностями всяких проблем или, не знаю, даже коррупции из-за жесткости. Ну, вот уже спецпропуска на общественный транспорт на определенных сайтах в интернете продаются. Ну, а на проезд в Киеве. А кто по такой, по предприимчивой, тот себе и нарисовать может, правильно? Самое интересное, что эти спецпропуска, по которым люди ездят, они платные, и у людей из зарплаты это вычитают. И более того, люди, когда садятся в транспорт, они еще платят за проезд. Да, и льготный проезд, кстати, сейчас пик, там еще какие-то нюансы есть. А вот во Львове ездит транспорт. И я, кстати, вчера даже... Ты про метро, наверное, да? Ну, давай. Ну, я даже задавал нашему мэру Кличку вопрос, так будет все-таки открыто метро в Киеве или вообще... Но он как-то так... Так это ты был, кто задал вопрос неудобный Кличко про метро? А мы-то думаем. Да, и там как-то почему-то он сразу вспомнил потом и вот этих мэров итальянских городов. То есть я даже на свой ответ, на самом деле, не получил. Ну, то есть свой вопрос не получил ответа. А он сам на него не получил ответа. Так что там с метро, не ясно, да? По поводу Львов... Нет, там такая канатную дорогу вначале зовут. А, ну давай. Не, ну сам факт, что во Львове действительно в этом плане, у них продолжает общественный транспорт ездить. Бунт просто. Львовский бунт. Да. Ну, опять-таки, это все под личную ответственность сюда мэра. Знаешь, почему там ходит транспорт? Надо же всех, кто все-таки с наших западных границах приехал, как-то по домам-то развести. Иначе будет... Обсервация. Да, на обсервацию. Иначе же будет действительно коллапс. Знаете, уже как некоторые говорят, я только недавно узнал, что обсервация – это медицинский термин. Да, то есть некоторые, как говорят некоторые, да. То есть они думают, что это обсерватория. Нет, просто многие думали, что осенью надо готовить консервацию, а весной обсервацию. Обсервация. То есть это открывать эти закатки, да, там, начинать их употреблять. Ну, у нас есть, на самом деле, еще одна очень такая тревожная новость из Европейского Союза, что Макрон считает, что шенгенская зона может умереть из-за коронавируса. Заразиться и умереть? И президент Франции призвал лидеров стран ЕС проявить солидарность в борьбе с пандемией. То есть как же это зависит? На карту поставлено выживание Европейского Союза, Европейского проекта. Риск, которым мы сталкиваемся – это смерть шенгена, сказал президент Франции. Все, накавав Братиславу, это уже будет... Кирилл, это вот вопрос. Давай, рассказывай. При Порошенко такого не было. То есть где Визвиса, где Венская опера? Я тебе больше скажу, при Оланде такого не было, какой Макрон, понимаешь? Я думаю, что французы там сидят утречком, покусывая свои круассаны с кофейком, говорят, ну при Оланде ж такого не было. Не, ну опять-таки, и вообще, что Макрон себе позволяет? Есть старшие в доме, Меркель, например. Она такого вот не заявляет. Ну, одно дело заявить, а другое дело объяснить, почему он так считает. Пускай он обоснует свое мнение, почему он считает, что этот коронавирус ставит под угрозу жизнь Европейского Союза или Шенгена. То есть, получается такая ситуация, что страны Европейского Союза, они начали закрываться, закрывать свои границы. Просто даже не, скажем так, согласуя это с европейскими институциями. И получается, что де-факто, как бы, Шенген, его никто же не отменял, он продолжает действовать. А де-юре, ну то есть, точнее, де-юре. А де-факто мы видим, что страны позакрывали границы, и передвижение даже внутри Европейского Союза, он на самом деле самоусловлено. Ты представляешь, как на самом деле больше всего этой новости будут озадачены животные? Вот лось какой-нибудь, который шел себе из Бельгии во Францию, понимаешь, домой по привычке, столкнется с тем, что все, граница, а паспорт-то у него в другом костюме, понимаешь, и рога он дома забыл. И все, и не пустили, не узнали его. Да, поэтому необходимо срочно направить им наших реформаторов, Яценюка, Турчинова. Они быстро наведут у них там опять, безвиз, порядок. Её, как Климкина, он специалист по безвизам. Ну а судя по главному сейчас специалисту по коронавирусу, Супрун надо отправлять во все, во все страны. Вот, кстати, у нас есть об этом новое, что Ульяна Супрун попросила Илона Маска помочь Украине с аппаратами ИВЛ. Странно, что она не попросила Илона Маска про маски. Но когда она это написала, ей под её же вот это сообщение пришёл один из, скажем так, не знаю, кто он, инфекционисты или... То есть, остальные министры начали писать, там, Емец, да, Скорецкая. Арестов, который написал ей, что ведите переговоры с Зеленским, а не Супрун, потому что Супрун как раз и привела к этой ситуации. Вот мы видим его сообщение, потому что Супрун как раз и привела к этой ситуации. Главное редиско, короче. То есть, того и гляди, Илон Маск скоро будет знать всю специфику нашей медреформы. Ещё немножко, да, он вообще разберётся в нашем политическом сериале, да, и узнает. Нет, ну, получается, видите, Супрун думала, я так понимаю, похайпить, что вот она обратилась к Илону Маску. Хотя, заметьте, у нас к Илону Маску такое чувство обращается, вроде бы он какой-то бог. Что вот ему написали, он сейчас пришлёт, и не знаю, и в самих Соединённых Штах Америки с этим есть проблемы. Ну, вот. Ну, проблема не проблема, но Америка может себе позволить. Насколько я знаю, то Америка выделила на все вот эти вот вопросы, связанные с пандемией, с поднятием, поддержанием экономики, 6 триллионов долларов. Ну, то есть, там, 2 на что-то, 4 на что-то, да, 2 именно на помощь населению, 4 на помощь бизнесу, там, различным компаниям. 6 триллионов. Бюджет России 2 триллиона, а они выделили 6. Понятно, что они просто эти деньги печатают, и им ничего этого не стоит делать. Они ничем не поддержаны. На самом деле, я думаю, что под этим постом у Илона Маска должен был появиться Богдан и сказать, я купил у тебя Теслу, я тебе помог, теперь ты помоги нам. Ну, правильно. Да, меняют Теслу на три аппарата. Ну, что-нибудь логично. Хотя ЭВЛ – это уже, там, третий или четвёртый шаг. Конечно. Главное, чтобы были там средства защиты, персональной защиты, индивидуальной защиты, и тогда не понадобятся никакие ЭВЛ. Или, во всяком случае, их минимум нужно будет. Вот, так как, во всяком случае, врачи говорят, специалисты в этом говорят, это уже третий или четвёртый шаг ЭВЛ. Нам нужно сейчас сделать так, чтобы порвать вот эту цепь заражений людей друг от друга. Более того, на самом деле, терапия и многие процессы до ЭВЛ, они намного более важны, чем сам ЭВЛ. Да, ещё элементарно специалисты по работе с данными аппаратами тоже очень требуются, потому что не такая-то простая шаг. Но у нас оказалось, что некоторые вообще стали покупать же частные себе ЭВЛ. То есть они считают, что они могут сами подключиться и спастись. Кто может себе позволить, то, конечно. Нет, ну здесь есть опасности. А на самом деле, если не уметь пользоваться этим аппаратом, можно так там всё что угодно себе разорвать. Лёгкие. Ну, так домашний дефибриллятор в помощь называется, понимаешь? Я, кстати, вот у меня новость попалась как-то на глаза, что когда вот уже в Китае пошёл на спад этот вирус, то местные китайские бизнесмены, они решили отблагодарить врачей, которые боролись с этим отчаянно, самоозабвенно и начали дарить им дома, машины, квартиры, деньги, денежные премии и тому подобное. То есть люди оценили вклад врачей в это всё. И главное, чтобы и мы сейчас тоже поняли, насколько важно сейчас сохранить врачей и обеспечить им необходимые условия. А мы можем сейчас даже увидеть, у нас есть видео, как китайским врачам хлопают в ладоши, да. Давайте посмотрим. Это, точнее, не китайский, на самом деле это в Лондоне, да, но в Китае... Подобное такое. Да. Есть и китайская копия. Да, есть у нас и китайская копия. Прототип, прототип. Это ночью в Лондоне, да, вот такое происходит. На самом деле, люди во многом, да, задумались о том, насколько важна... У нас пока ещё не хлопает. Вот плохо, что задумываются, когда начинаются какие-то либо смерти в школах и думают о том, насколько важна жизнь и здравоохранение, и здравообразие жизни для детей, и популяризация физической культуры и спорта. Когда начинаются какие-то критические моменты, вот тогда мы задумываемся и начинаем обращать внимание на какие-то проблемы. Не до того... Ну, кстати, раз мы затронули тему детей, вот интересно, сейчас мы находимся вот в новом таком состоянии. С понедельника у нас будет запускаться школьное обучение через средства массовой информации, через телевидение, да. И многих родителей удивило, там, как раз предметы обычные, там, условно, английский... Саш, ты будешь смотреть? Куда я денусь? Конечно. Не комментировать будешь. Украинский, украинская мова, математика. Кстати, Саш, да, можно открыть? Там есть отличный предмет, называется руханка. Как вам вообще? Вы не смотрели расписание логов? Это что? Заряродная руханка? Это физкультура. Руханка называется. Вот такой вот прелестный у нас теперь появится новый предмет. Так что интересно, кто ее видит. А чего новой физкультуры до этого не было? Нет, физкультура, физичная культура, но называется руханка. А зарядка с Мариной Порошенко была уже? Была. Сейчас будет руханка. Ну, руханка, насколько я знаю, это как зарядка переводится. Да. Руханка или руханка? Руханка. Такой иранский манер, да? Нет, главное посмотреть, будут ли действительно воспринимать это детки, понравится ли им такая новая... А кто будет вести? Ну, вроде лучший педагог. В нем не предлагали быть физруком всего украинского телевидения? Телевидения, да. Главный физруком. Нет, пока не предлагали еще. Ну, было бы интересно попробовать. Подвигать. У тебя вроде бы есть проекты с детьми по плаванию. Я разрабатывал даже вместе с институтом Гринченко зарядку для школ, для классов. Мы все вымеряли, там смотрели. Это полноценный урок или это вот эта вот разминка, которая должна быть условно за перемену? Да, пятиминутная зарядка. Мы там вымеряли расстояние между партами, чтобы нагрузка была, чтобы дети не потели. То есть это была такая работа с институтом специально. И потом делали диски, распространяли эти диски по школам. Я лично приходил в некоторых школах, это презентовал. Но, опять-таки, к директорам, которым это было интересно, они это делали. Кто не хотел, говорят, ну, вы знаете, это надо будет их заставлять. А сложно вообще вот это все? Как оно делается? Ну, просто интересно. Безусловно сложно, очень специальная координация движений нужна. Вот сейчас и проверим, давайте попробуем. Мне интересно, показывай, встаем. Ну, а мы посидели, у нас уже хороший урок с вами прошел. Мысленная активность. Показывай, как это, что мы должны делать. Вот она заготовка. Мы начинаем упражнения сверху вниз, то есть сначала с головы. Очень, в принципе, упражнения простые, но они достаточно важны. Почему? Потому что, когда мы долго сидим, у нас застой крови в сосудах, в венах. И нужно, чтобы она хорошо к голове проходила, эта кровь, и снабжала мозг кровью. Поэтому мы сначала начинаем двигать головой вверх, вперед-назад, несколько раз, 5-6. Запоминаем всем. Да, я это делаю, кстати, каждый день, и это очень полезно, потому что с возрастом отделяются там всякие соли и тому подобное. Вы когда сейчас будете вот вправо-влево или круговые движения… Вы будете поперчить все сразу, да? Нет, вы будете чувствовать, как ваши соли будут хрустеть и перекатываться. Класси. На самом деле, это очень важные, простые и важные упражнения для людей. Так, перекатили, да? Да, сначала мы разобрались с нашей шеей, вот, потом двигаем плечами вперед-назад. Круговые такие движения, да. Так. Вот, потом… Это и новость. Примин энергии и бодрости. Потом мы разрабатываем руки, вот, растягиваемся в разные стороны, да. У кого-то там соли начали хрустеть, да. Для детей, для младших классов мы делали еще такие упражнения, называется кошечка. То есть руки перед собой в кулаки, когти выпускаем и сжимаем, выпускаем, сжимаем, разминаем кисти. Класс. Да, и пальцы. Мы писали, мы писали, наши пальчики устали. А у Леши щелкал, скроллил ленту, да, и утомился. Потом называется такое упражнение «Лесенка». То есть мы руки на… сначала на плечи, на пояс, на колени и присели. Вот, дальше опять на колени, на пояс, на плечи, а, за голову. На пояс, на плечи. Вот, видите, уже сложно долго сидели. Так, за голову, плечи, пояс, колени присели. И точно так же наверх. И так мы постепенно ускоряемся. В общем, есть английская песенка такая, когда «Head and shoulders, knees and toes». Knees and toes. И это все делают, да. Вот это ты придумал. Конечно, так оно и получается. Голова, плечи, коленки и пальчики. И вы должны… Бояс, коленки, да, и пальчики. Это классическая резина. Можно еще и четыре новых слова, кроме ковидиот, выучить. Head, shoulders, knees, toes. Это и координация, и веселые упражнения. Да. Ну все, почувствовали премьер. Есть еще упражнение, называется «Мельница, две руки вверх, одна рука вперед, одна назад». Нет, 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 неправильно. Одна вперед, одна назад. Вот, вот так вот. Вот так, подождите. Нет, не так. Саша. Саша. Ну, вот так. Вот, да, вот так. И потом резко меняем назад. Та, которая была вперед, назад. Плыть на месте, это да, это удобно. То есть те, которые занимались немножко физическими упражнениями, они это могут делать. Детям это интересно тоже, и координация развивается. Слушайте, нет взрослых людей, есть повзрослевшие мальчики и девочки. Нам тоже интересно. Конечно, конечно. Так, ну что, почувствовали прилив? Отлично. Да, давай. Олимпийская руханка от Дениса. Супер. Есть уже готовые материалы, которые можно использовать. А у нас есть еще одна новость из Америки. Бритни Спирт призвала начинать переспределение богатства в условиях ситуации с коронавирусом. И к борьбу за это. Вот ее даже изобразили, смотрите, вот там изображены Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, Мао и Бритни Спиртс. И Александра Ишмидт. Я предлагаю. Я как раз в цвет не только наших красивых шторфов, но и в цвет лица Бритни. Как вы относитесь к такой политической активности американской суперзвезды? Стоп, я это снова. Ну, пускай она покажет первый пример. То есть поделится своим богатством. Делится своими саундтреками. Я думаю, что на самом деле не только Ким Кардашьян задумывается о политической карьере, но и Бритни Спиртс на карантине не спится. Нет, ну смотрите, но они же все изучают в том числе и опыт нашей страны. У нас же тоже многие, правильно, поп-звезды и так далее пошли в политику и стали. Ты хочешь сказать, что мы задаем тренды? Именно вот наш опыт они изучают. Что ее можно принять в партию Голос, что ли? На подправке. Нет, идеологически они не подходят. Она только говорит о перераспределении богатства. Подожди, Голос немножко посядет, тоже так заговорит. Они еще не дошли просто до той стадии. До этого альбома Бритни Спиртс они еще не дошли. Они выступят дуэтом на концерте. То есть ты ждешь Вакарчук, Бритни Спиртс, но какой-то... Мы же в интернете случайно напоролась на капитал Карла Маркса. Случайно напоролась. Бритни напоролась на капитал. На три томика так сразу. Прочитала, осознала. То есть видите, к чему приводит карантин? Самоизоляция. Люди начинают читать, да, это опасно. Это опасно очень, да. Лену Бритни так и назовем. А ее же, кстати, в Соединенных Штатах Америки прозвали Комрад Бритни. Товарищ Бритни. Ух ты. Вот за это. Не, ну что, если Трампа можно, почему ей нельзя? Ну все же логично. Вот. А вот теперь мы возвращаемся к нашим пенатам. У нас есть видео, как эвакуированы в Украине. Украинцы с боем прорывались из аэропорта Борисполь. Как сказал у нас господин Кулеба, это нестримно жага украинцев до свободы. Президент, между прочим, в своем обращении пожурил. Сказал, что псувати майно аэропортиф. Проводиться потравочевно. Да, выхованно. Садиться на обсервацию. Ну хорошо, чтобы они заменили вот свои шутки, да, и какие-то выводами, и создали условия для людей, которые приезжают. Согласен, да. Потому что хорошие слова там и обращения делает и премьер-министр к людям о том, что нужно делать, как нужно экономику в этих условиях развивать и поддерживать. Ну покажите теперь не словом, а делом, как вы это сделаете. Другие страны действительно помогают своим и бизнесу, и людям, которые сегодня находятся. Ну а почему такая несправедливость? У нас на обсервации... Это отдыхающие из Бали, Катар, да, вот они находятся в Казацком. Тоже. Знаем уже, что больше 50 человек тоже решили покинуть обсервацию. Не остановили их даже. Это медицинские обсервации? Самовольно. Да, ограничение в 17 тысяч гривен их как-то не остановили, решили, что... Самоволку идти. Могут покинуть. Но вообще, почему такие разные условия? Масса рейсов, которые прилетали из разных других городов, и все заканчивалось самоизоляцией, подписанием бумаг, и тут конкретно... А это самопобег. Самопобег. Сам от себя не убежишь, ты же знаешь. Не, ну а с другой стороны, я вот могу понять людей отчасти, потому что, когда вот они даже селят в гостиницу, им говорят, вы, например, еду должны платить за свой счет в гостинице. Когда их на карантин? Да, на карантине. Закрывают. Таким еще предлагали и отели оплачивать за свой счет? Да, ну то есть, с одной стороны, им говорят, вот вы можете в Казацком поселиться бесплатно, но еду за ваш счет. А цены в евро вас не смущают? Вот, а другая гостиница, которую предлагают, она полностью за счет людей. Ну и там же сразу цены возрастают, да, по нашим традициям и менталитету. Не, я понимаю, что некоторые наши гостиницы, возможно, так они решают сейчас проблему... Поддержка отельного бизнеса? Да, поддержка отельного бизнеса, но... Мне кажется, что так просто часть отелей хочет стать пятизвездочными, чтобы потом на своей территории открыть по заветам президента новое казино. Как вы думаете? Вот просто чуть-чуть поднимутся за счет прилетающих, и как раз все нормально. Вот было две звезды, стало пять, и все, покормил, десять звезд сразу. Мишленовский. Мишленовский, да. Не, ну на самом деле, конечно, потому-то такая двозначная ситуация, тем более, что у нас, помните, до этого в страну заехало сотни тысяч людей, и без всяких... Разъехало, пешком зашло вообще многие. Даже люди с температурами, и это было видно, и сколько вот информации есть в аэропортах, когда заходят, и меряют температуру, у них температура, и даже не просят у них, чтобы они подписали документы. Тестов им не дают, чтобы пройти, да, и люди, даже многие, которые плохо себя чувствовали, хотели бы пройти, они не против были тестирования или дополнительных каких-то медицинских... Чем больше появляется тестов, тем больше появляется зараженных людей в Украине, знаете, это как бы такое... Больше тестов, больше людей. Нету тестов, никто не болеет, все хорошо. В Днепре, сразу дюжина вернувшись из Польши, украинцев сбежало из-под карантина. Вот, кстати, тоже есть такая новость. Интересно. Да. А как вы думаете, как быстро Голливуд снимет новый фильм? У них есть сбежавшая невеста, а теперь будет сбежавший из карантина. Как вы? Нестримный стрибок украинцев до свободы. Или как это будет называться. Но далеко не всех наших, на самом деле, сограждан пускают в страну. Или они могут легко выехать. Вот, например, ситуация, вот мы говорили с вами, Бритни Спирс, а украинская певица Мару не может въехать из России в Украину. Украинское консульство ее футболит. Вот у нас есть даже видео ее заявления по этому поводу. Шоки в огромнейшем, потому что я сейчас дозванивалась в консульство украинское, чтобы мне объяснили, как добраться домой, как мне попасть вот сейчас домой, и какие варианты есть, и так далее. И это просто самое конченое, самое невежественное консульство, которое только может быть. Девушка, оператор, просто психованная идиотка. И второй раз, когда перезванивают, уточните информацию, она просто скидывает, даже не берут трубку. То есть не могут объяснить нормально, когда ты говоришь, что я не могла по объективным причинам уехать раньше. Вот так вот. Вот, как вы? Ну, для начала, мне кажется, надо в Маруф перезвонить, или просто на нам перезвонить по скайпу, да, и объяснить ситуацию, потому что, ну, действительно интересно, как поменялась или не поменялась ситуация, потому что, да. Въехала ли она все-таки? Это ее видеообращение облетело все соцсети. А вот дальнейшая судьба, что происходит, как менять, пошел ли фидбэк после ее вот этого обращения, среагировало ли консульство, поменяли ли работников консульства, да, и там... Ну, мы можем по-разному относиться к людям, да, которые там ездят в Россию, не ездят в Россию, но, тем не менее, это граждане Украины, и мы должны относиться к ним со всем вниманием, и, пускай даже не уважением, но, во всяком случае, вниманием, и не должны оставлять их там. Ну, правда, тот же Лукашенко, он четко сказал, у вас было несколько дней, чтобы вернуться, все, кто не вернулся, добирайтесь сами. Но Мару в данном случае, она и хочет вернуться, она хочет сама добраться. Может, у нее просто... Ей надо просто сказать честно, там, обратиться к Зерем, сказать, что у меня там через неделю будет корпоратив совместно со студией, квартал 95, я думаю, ее бы быстро эвакуировали сюда. Так запрещены же массовые собрания. Индивидуальные корпоративы. Индивидуальные. А вот в Африке мужчина сбежал из изоляции по коронавирусу, и его съел крокодил. О, Господи. Да, было такое. Видите, как крокодил не боялся зародиться? Суба крокодила неизвестна, да. А это вообще такая, заметьте, цепочка, я не знаю. Летучая мышь. Летучая мышь или креветка, человек, крокодил. Не, вы просто представьте, какая паника сейчас среди крокодилов. Я просто представляю себе. Круг замкнулся. А крокодильные СМИ, которые, знаешь, там пишут, первый крокодил. Нашли нулевого крокодила, который заболел коронавирусом от человека, да. Может, они вообще эти крокодилы. Потом нулевой крокодил превращается в нулевую кожаную сумку. Ну или кошелек. Так представьте, с коронавирусом. Ну вот я где-то смотрю, что... И передается из рук руки. И передается из рук руки. У собак вроде как нашли у какой-то собаки. Ну, не знаю. Мне не верится, что... Да, я думаю, что это верят. На самом деле, вирус не так просто перескакивает из одного вида на другой вид. Это всегда такая очень сложная история. Но в нашем МОЗ призвали украинцам помогать друг другу и доносить на тех, кто нарушает карантин. Вот для чего придумали закон про выкрывачих. Я вам, кстати, хочу сказать. В Испании, вот у меня есть друзья, которые там живут. То ситуация. Выходит мама с ребенком вынести мусор. Ну, с двумя детками. Да, просто как бы нашла повод, чтобы выйти. У них же там жестко тоже сейчас карантин. Все это. Выйти, мусор вынести. И зашла домой. Ей приходит через, по-моему, день или два оповещение. Если вы еще раз с детьми выйдете, мы вам пришлем штраф. То есть вы хотите вынести мусор, одна вышла, вынесла. Соседи подавались. Ну, или камеры засняли, или кто-то сообщил. А вот тут же. Если бы была собака, она могла выгулять собаку. В половине государств, между прочим, детей самостоятельно оставлять нельзя. Это тоже штрафные санкции. По поводу собачек. Сейчас же действительно и в Италии, и в других европейских государствах. Думаю, что и Украина таким будет промышлять. Что одну собачку выгуливают. В одни руки. Всем домом. Всем домом, да. А, даже так, да? Ну, конечно, это же повод выйти погулять, поэтому. Кстати, нашли же, большой скандал был в Испании, в Вален... Нет, не в Испании, в Италии, в Валенсии, получается. Что мужчина выгуливал собачку, но по факту это собака... Перед полицейским участком собачка оказалась игрушечная. И он с ними спорил долго, потому что в законе не сказано, что собака должна быть живая. Сказано выгуливать собаку. И он вышел с поводком, с игрушечной собакой. Почему нет? Кстати, очень креативно. Ну, креативненько. У меня, кстати, вот собака есть, так что могу... Надо в аренду сдать. Стартап налицо, да? Одна или есть не одна собачка? Нет, одна, да. Жаль. Потому что можно было... Не знал, что будет такая популярная вещь. Ну, то есть, подождите, вот видите, раньше нужно было продать собачку, чтобы оплатить коммуналку. А теперь нужно сдать в аренду собачку, оплатить коммуналку себе и всему дому, потому что какое прибыльное дело. Нет, если ты ее продал, надо купить назад для начала, а потом можно сдавать в аренду. А вдруг ты ее не продал? Может, ты ее вовремя приберег? У тебя золотовалютно-собачковый резерв какой-нибудь. Но есть вот еще одна наша новость прекрасная, но не секрет, что салоны многие красоты сейчас закрыты, вообще, по идее, все, да? И вот у нас есть видео, как работа с клиентами в спецзащите и на расстоянии в таком салоне происходит в условиях карантина. Просим показать. Это в Китае, по-моему, да? Я думаю, что это теперь везде. Я видел видео, по-моему, да, как Китай подстригает. Но это какое-то прям, да? Мастерство. То есть вот этот вот... Космос. Подожди. Наро технологии. Нас же учили ножницы делать вот так вот. Можно так и стричь теперь на вытянутых руках, знаешь? И все, и заодно разминка. Да. Удобно. У меня все натуральное, ресницы, брови. Посмотрим после карантина. Люди так за несколько месяцев тянутся, они по-другому не смогут стричь. Да. Тоже. О, это Индия. Я думаю, что это теперь не только Индия. Мы узнаем, что очень много людей таких и среди нас. Да, для женщин, я думаю, это самые тяжелые будут воспоминания. Я думаю, что не так для женщин, как для их мужчин. Каша, как ты выходишь из этой ситуации? У тебя есть какие-то лайфхаки? Она в меня не входит. Леша, честно признаюсь, пришлось в домашних условиях снимать гель-лак. Вот это вот еще та задача. Но справилась. Я как бы не робкого десятка, но непростая ситуация. Тем не менее, у британска премьера Бориса Джонсона обнаружен коронавирус. В Великобритании коронавирус рискует выкосить все правительство. Вслед за премьер-министром Джонсоном о болезни сообщил министр здравоохранения Мэтью Хэнкок. Как ты думаешь, их принц заразил? А я видел видео, это правда или нет, как убегал какой-то министр от премьер-министра. Спина, правда, была видна только этого человека, но это да. Да, это был принц Чарльз, который уже излечился от коронавируса за пять дней. И покинул. Вот мы видим такую вот интересную картину. Ну шутка же есть такая, где сидит королева и принц Чарльз. И королева говорит, у меня корона и у тебя корона, но есть нюансы. У нас есть еще одна хорошая картинка по этому поводу, когда все детские сады закрыты, и тебе приходится брать ребенка с собой на работу. Везде есть своя специфика. За то, как он быстро вылезет за пять дней. Есть какие-то препараты для избранных. Кремлевская таблетка. Вот, видите. А в Туркмейнестане дальше всего пошли в борьбе с коронавирусом. И, кажется, победили его. Власти страны просто запретили использовать слово коронавирус и исключили его из обихода. Все медиа в стране запретили писать это слово. Оно было также исключено из специальной брошюры, которую местные медиа рассылают в школы, больницы и на предприятия. Кроме того, люди, которые носят маски на улице и говорят про пандемию, могут быть арестованы сотрудниками местных органов внутренних дел в штатском. А как тебе сказать, вирус или как тебе надо сказать? Нет, там все, коронавируса нет. Вируса нет. Страна победила коронавирус. То есть у нас просто тестов не хватает, поэтому... Они пошли дальше. А у них еще... Да, то есть... Вы, кстати, так сценарий нашей власти это не подкидывайте, а то могут быть... То есть у нас до 24-го ограничения свои, а потом скажут, а после 24-го просто про коронавирус говорится. Нет. Все, нет коронавируса, нет проблем. Ну да, не надо им такие подсказывать выходы из ситуации. Делать. Да. А вот у нас еще есть также заявление того же Лукашенко, о котором мы говорили, да, который усомнился в природном происхождении коронавируса. Мы об этом, на счастье, говорили, вот у нас тоже есть еще и видео Лукашенко. То, что он не летает, мы уже поняли, так он еще и какого-то происхождения. Можно посмотреть, если его не видно, то его нет. Божественного происхождения. А вот мы сейчас посмотрим, у нас есть это видео. Закончится коронавирус. А мы небольшую часть покажем. И не вирус, а психоз. Я вам много чего интересного расскажу. Очень много. А вы подумайте для начала над двумя вопросами. Первый вопрос. Коронавирус – это рукотворная инфекция? Или случайно из воздуха она появилась? Кому она нужна была? Второй вопрос. Не ответим пока на этот вопрос. Но скажите, в мире, начиная от моих коллег политиков и заканчивая ниже, и другие, попытались использовать в своих целях и интересах эту вирусную болезнь или психоз? Вот над двумя вопросами подумайте. Кому надо? И как кто воспользовался? Кто-то объявил, что это война. Надо желтые жилеты вернуть с улиц куда-то, свернуть. У кого-то выборы, у кого-то еще чего-то. И каждый начинает вертеть, крутить. Вот так. С огнем шутят. Да. То есть Александр Юрьевич намекает на какой-то мировой заговор. Вокруг коронавирус. Его не проведешь. Всех выведет на чистую воду и на каток. Потому что коронавирус нужно видеть. И каток только из чистой воды, ты же знаешь. Потому что не замерзнет. Потому что коронавирус нужно видеть. А если он невидимый, то что делать? Ну, кстати, его мнение поддерживают некоторые биологи и врачи, которые специалисты в этих всех, вирусологи. Судя по всему, то это действительно был создан не каким-то природным способом, а самым настоящим человеческим образом. Но уже, например, в России уже даже выпустили кулоны с коронавируса. Вот можем даже увидеть. Частичка его. Да, частичка. Но чтобы было видно. С кристаллами коронавируса. Можно такое одевать и носить. Да лучше такое не надевать и не носить. Какой неприятный кулон. Испания. Вот еще такая новость. Испания возвращает Китаю партию экспресс-тестов на COVID-19 из-за брака. Дело в том, что на продукцию поставили маркировку С, а это значит, что тесто одобрено ЕС. Однако они оказались недостоверными. Китайская компания ответила, что заменит некоторые образцы, но из этого Испания уже не может вовремя начать массовое тестирование населения. Поэтому эти тесты просто привезли в Украину. Ну просто назад же через Украину в Китае, они там масса задержались. Причем это одновременно помощь и от Испании, и от Китая. Потому что наш же институт молекулярной биологии сам разрабатывал, знаете, вот эти тесты не так давно, которые позволяют выявлять коронавирус. Но они, по-моему, массовое производство так и не запущены. Так похоже, что и не запустят. Запустят, когда уже пройдет вся пандемия. Ну, кстати, возвращаясь вот к Лукашенко, то, что он сказал, как используют власти, да, вот этот вот коронавирус и карантины. То наша власть ее использовала, мне кажется, по максимуму. Я имею в виду голосование в Верховном Совете за резонансные законопроекты, которые касаются и продажи земли, и других направлений. И кредитов, и банков. То здесь они не упустили свой шанс. Тут они перещеголяли даже ваше созыве. Тут как бы уже в лучших традициях. Мы будем всегда говорить, что при вашей созыве такого не было. Однозначно. Вот мы можем даже увидеть некоторые, да, фотографии у нас вот есть, когда сказали носить маски и так далее. Кстати, а как вообще вот этот психоз насчет масок, костюмов, очки, что депутаты на себя одели сразу. Нашего родоначальника. Сразу по две маски с шуткой, да. Ну, я не знаю, мне кажется, что как бы маски нужно носить точно не на улице. Я надеюсь, нас все это понимают. В дома, в квартире. Ну, в помещениях, где много людей, да, то есть каких-то, где, или общественных местах, где. Ну, вот как мы сейчас, например, сидим. Но мы же с маской. Да, и мы, кстати, с маской. Спасибо, Надя, да. Хотя бы на уши надо нацепить, чтобы. Но, тем не менее, начальник полиции Киева заразился коронавирусом. Вот как вы к этому относитесь, к этой ситуации? Остороженно. Депутаты заражаются, уже сколько, человек шесть? Больше, я думаю. Вот, то есть вирус, он косит все слои населения. Вирус, он показывает о том, что нету каких-то избранных, или недоторканных, или еще каких-то. То есть все... Нет, ну, по крайней мере, это показывает, что они люди, да. Многие же задумываются, а люди ли вот эти товарищи? Не робот или, может, там, всех вот этих вот... Роботы? Конечно, или... Ну, знаешь, ты же проходишь тест, докажите, что вы не робот, там, определите какие-то картинки, или еще что-то. Мне так кажется... Сложите там сумму. Ну вот. Нет, а как вы думаете, а вот контактировал все-таки Арсен Борисович Аваков с Крещенко? Ну, вероятно. По Скайпу. По Скайпу. Исключительно. До этого. Все дистанционно только, ну что-то. Так, Алексей, давай нам какую-то еще жирную работу на завершение. У КМДА заявили, что ВИП-палаты готовятся для увязненных, да? Ну, я думаю, все слышали. Заключенные, да. То есть ВИП-заключенные из Грушевского, там, да, с офиса президента. Да. Ну, это прекрасно. То есть еще не все у нас больницы, не все у нас тюрьмы, и не все еще там другие учреждения раздали, продали и выставили на какие-нибудь там аукционы, поэтому... Все пока осталось. Те, кто сейчас в СИЗО, я думаю, они, да, обрадовались, во всяком случае, что хотя бы в больнице будут в хороших условиях находиться, в ВИП-условиях. Что вообще про них вспомнили, да? Да. И подумают о том, что тоже во многих, кстати, европейских государствах... Вообще распустили людей, как в Италии, с тюрем подпусками. Да, помню. Да, да. Ну, и у нас, помните, тоже же обсуждалась тема, где парламенту заседать, кстати, и обсуждала тема, что там может быть улица. Так у тебя очень так сразу друг за другом новости идут, знаешь, от заключенных к парламентариям, у тебя так грани стерлись все, да? А вот это помещение этого вместе. Слушайте, уже 1 апреля прошло, а мы, ну, во всяком случае, новости были о том, что с 1 апреля закрываются очень большая часть... Псих-диспансеров. 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 Да, это вторая волна медреформы. Псих-диспансеры, это как раз уже можно в Верховную Раду перевозить будет. А туп-диспансеры, это не менее большая проблема, чем те же коронавирусы. Точно. Тот же коронавирус. Ну, эти все темы мы обязательно обсудим, но уже на следующей нашей передаче, потому что она подходит к концу. А сейчас мы поблагодарим наш титульный спонсор, Эль Кофи, на это кофе бодрящая каждый день, поэтому пейте его обязательно, не только, когда смотрите нас, но и в последующие все дни. Именно поэтому к нам ходят гости, потому что есть кофе, а во время карантина попробуй его еще найди. Так это кофе было? Это был кофе, да, это был не просто кофе, это был вкусный кофе. И мы, конечно же, хотим и вторых наших спонсоров, партнеров и друзей поблагодарить это адвокатское агентство Бористас за то, что они во время такое непростое решили помогать нашим медикам, консультировать их бесплатно, потому что они в связи с пандемией коронавируса сталкиваются с массой новых неудобных ситуаций, поэтому эту инициативу мы всячески хотим и рекламировать, и похвалить, потому что медикам помощь нужна, и мы, как в лучших традициях всех государств, похлопаем нашим медикам за их нелегкий труд, но и адвокатам, которые защищают этих медиков. И похлопаем Денису Силантьеву огромное за... Ну, давай, надо. Не, позитивно. Достаточно просто поклонить. Ну и ждем через неделю, у нас должен быть новый комплект защиты. Шапочки. Шапочки, конечно, от Силантьева. Шапочки с меня. Все, до новых встреч, друзья. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова